Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье и как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку один раз. А шанс вернуть здоровье есть всегда. В Челябинском перинатальном центре открыли первый на Южном Урале тренажер для родов. И теперь врачи областного перинатального центра могут отрабатывать внештатные ситуации при рождении ребенка. Как это происходит, увидим сейчас же. Сейчас мы вам покажем процесс нормальных родов, биомеханизм мы отрабатываем на этом фантоме и акушерское пособие возраста внешности. Сейчас фантом загрузит программу. На планшете преподаватель симуляционного центра задает программу. Сценарий родов. И вот уже будущая мамочка, она же специальный робот, который назвали Зиной, вступает в период интенсивных схваток. Самое по себе помещение, оно полностью имитирует родильный зал. Если вы можете посмотреть, это пациентка, это следящая аппаратура за матерью, за ребенком, это столб, на котором принимается ребенок. С помощью Зины и ее роботизированных малышей врачи-акушеры, неонатологи и реаниматологи областного перинатального центра отрабатывают внештатные ситуации при беременности и родах. В головном подвижении важна вот эта головка, потому что здесь мы можем, помимо того, чтобы определить отношение головки к полости таза, также здесь отправляются щеки, рогички, вставление головки. Все модели максимально точно повторяют анатомию человека, а пациентка даже может голосом реагировать на действия акушеров. При этом можно задать практически любой сценарий будущих родов, в том числе затрудненных или с применением хирургических операций, и оттачивать навыки неотложной помощи. Для врачей областного перинатального центра, куда каждый день попадают пациентки с осложненной беременностью, это особенно важно. Сотрудники постоянно тренируются, постоянно проходят обучение, постоянно проходят тренинги. То есть, когда возникает экстренная ситуация вообще в медицине, и вообще, в принципе, и в акушерстве, а в акушерстве они иногда возникают достаточно быстро, стремительно, и, ну, как сказать, то есть, оказывать помощь тоже начинать сразу, и сразу начинать это нужно правильно. Поэтому, если человек постоянно тренируется, то у него гораздо меньше времени уже на то, чтобы подумать или там что-то там вспомнить, все делается все уже достаточно быстро, можно сказать, на автомате, потому что все отработано, потому что оказание экстренной неотложной помощи, оно должно начинаться моментально, и от этого зависит исход и правильность заканченного случая. Все внештатные ситуации отрабатываются в реальном времени. Такой подход к обучению врачей соответствует лучшим мировым стандартам. А главное, этот симуляционный центр помогает решить одну из важнейших акушерских задач – сохранить жизнь и здоровье маме и малышу. К рапивницам болезнь не такая простая, как может показаться на первый взгляд. К аллергическим заболеваниям ее можно отнести весьма условно. Хотя раньше считалось, что красный зудящий волбери на коже – симптом аллергии. Чем опасна крапивница и почему врачам бывает сложно поставить точный диагноз? Где в Челябинске появился Международный Галеновский центр по лечению крапивницы? И кому необходимо туда обратиться за помощью? Казалось бы, определить крапивницу просто. Красные зудящие высыпания, которые слегка возвышаются над поверхностью кожи, похожи на ожоги крапивы. Но в то же время поставить диагноз крапивницы достаточно сложно. У болезни много разновидностей. И далеко не всегда можно просто уточнить аллерген и исключить контакты с ним, чтобы избавить человека от неприятного зуда. Когда пациенты приходят с жалобами на зудящие высыпания, которые беспокоят их практически ежедневно, у кого-то ежедневно, и отеки, то есть отекают веки, губы, отекает полностью лицо, отекает язык до затруднения глотания, дыхания. Бывает такое, что отекают те места, которые сдавливаются, то есть стопы, кисти, чем ходим, то и, получается, отекают. И отеки, они плотные, болезненные бывают. Это уже не обычная хроническая крапивница. К её названию медики обычно добавляют сложный термин – идиопатическая. Он означает, что причина крапивницы не выяснена. В её развитии может быть задействовано очень много механизмов и заболеваний. Поэтому, чтобы разобраться с такой крапивницей, требуется глубокое и серьёзное обследование всего организма. Хроническая крапивница называется спонтанная идиопатическая, то есть ни с того, ни с сего, получается, без причины. И она имеет хроническое течение, лечится. Вот в дальнейшем уже, если антигистаминные препараты не помогают, то сначала дозировка их повышается. Если при повышении дозировки не отвечает пациент, и есть тоже такие. Это самая тяжёлая категория пациентов. Уже решается вопрос о лечении генобиологическими препаратами. Пациент госпитализируется в стационар, получает инъекции, в течение 4 дней наблюдается и выписывается. И на следующий месяц снова госпитализируется. Лечение рассчитано минимум на 6 месяцев. В зависимости от ответа на лечение. Далее, ну, либо продляется лечение, либо он выписывается. Ещё одна разновидность – индуцированная форма крапивницы, когда реакция возникает не на аллерген, а на факторы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. На холод, тепло, стресс, даже на физическую нагрузку. И с этой крапивницей также нужно разбираться особо. Поэтому в кожно-венерологическом диспансере и был создан Центр лечения крапивницы по международным стандартам. Всего в нашей стране таких 4. Получить всю необходимую помощь здесь можно бесплатно по направлению лечащего врача, терапевта, дерматолога, аллерголога, если зуты и отёги не проходят в течение 6 недель. Продолжает нашу программу рубрика «Варикоза нет». О том, как вылечить варикоз раз и навсегда, мы рассказываем и показываем на примере реальной героини и её истории. И сегодня покажем, как проходит процедура склеротерапии. В каких случаях нужен компрессионный трикотаж. О чём ещё необходимо помнить в период восстановления после операции. Напомним, что героиня нашего проекта Татьяна обратилась в клинику лазерной хирургии «Варикоза нет» с жалобами на боли и тяжесть в ногах. После диагностического обследования хирург-флеболог поставил диагноз «Варикозное расширение вены» и предложил единственный способ решить проблему варикоза раз и навсегда. Современную и эффективную, и при этом максимально щадящую и безопасную технологию лечения – лазерную коагуляцию вен. Вся операция проходила в амбулаторных условиях под местной анестезией. И сразу после неё наша героиня отправилась домой. Быстрое восстановление, хороший косметический результат, отсутствие следов и шрамов, также добавляет плюсов методики. Контрольный осмотр после операции это подтвердил. Вот вена запаянная от паховой области на всём протяжении, равномерно, хорошо. На всём участке полностью запаялась. Всё у нас с вами получилось. Анализ зарубежных и отечественных публикаций показывает, что эффективность лазерной коагуляции варикозных вен колеблется в пределах от 93 до 100%. Но нашу героиню беспокоила ещё одна небольшая проблема. Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот у меня там звёздочки вот такие синенькие из вена, они потом исчезнут? Хирург предлагает решить эту проблему с помощью склеротерапии – малотравматичной инъекционной методики. Склеротерапия – это методика, позволяющая засклерозировать либо заклеить данные мелкие венки, введя в просвет данных вен специальный химический препарат. При помощи специальных свертонких игл два вида бывает. Бывает пенная, бывает жидкостная склеротерапия. В данном случае мы сделаем комбинированную и пенную, и с жидкостной. Методика абсолютно безболезненная, не требует каких-либо обезболивающих препаратов, ставить что-то, обкалывать. Выполняется амбулаторно. В течение 3-5 минут всё займёт для решения данной проблемы. Всё, Татьяна Петровна, мы всё закончили. Сейчас тихонечко встаём, одеваемся и проходим ко мне в кабинет. Итак, операция прошла успешно, и процесс восстановления протекает хорошо. А благодаря склеротерапии удалось решить и эстетические проблемы. Сегодня Татьяна пришла на контрольный осмотр. Здравствуйте. У нас с вами прошёл уже месяц после операции. Как за этот месяц у вас протекал весь период нашего лечения? Замечательно. Особо ничего не беспокоило. Максим Сергеевич, скажите, я вот сейчас стала давать нагрузку и хожу на беговой дорожке дома. Не опасно ли это? Татьяна Петровна, пользоваться беговой дорожкой можно, только это нужно делать аккуратно, грамотно, без серьёзных нагрузок. То есть чувствуете, что если ножка немножко затянула вена, заболела, либо появилась какая-то отёчность, нужно остановиться, дать немножко передохнуть себе, и потом уже можно дальше продолжать. Делайте всё по своим собственным ощущениям, постепенно-постепенно повышая эту нагрузку. И постепенно вы вернётесь к вашему прежнему образу жизни без каких-либо серьёзных изменений. Есть такая ещё особенность, что многие девушки носят тесное бельё. В ранний период после операции это делать не нужно стараться. Всё-таки одежда должна быть более-менее свободной для того, чтобы просто-напросто не натиралась данная вена. Та вена, которую мы запаялись, засклерозировали. Можно мне в новогодние праздники поехать отдыхать, там, загорать, купаться? Длительные перелёты, переезды вам теперь не запрещены. Можете это делать абсолютно безопасно, но не забывайте, что всё-таки одевать компрессионные чулки – это важная профилактика. И не только что в раннем послеоперационном периоде, но и для того, чтобы избежать какой-либо отёчности на ножках, усталости. Это рекомендовано абсолютно всем. Поэтому при его использовании у вас будут все эти переезды, будут более комфортно протекать. Следующий контроль на осмотр у нашей героини через полгода. Она уже вернулась к обычному образу жизни. Много гуляет и получает огромное удовольствие от возможности двигаться легко и снова заниматься спортом. На сегодняшний день я чувствую себя замечательно. Никакого дискомфорта не испытываю. Уже дома занимаюсь на беговой дорожке. Я очень довольна, что обратилась сюда. И главное, что я пришла вовремя, что у меня не было никаких осложнений. Чувствую себя замечательно. Нисколько об этом не пожалела. Медперсонал, очень хорошие врачи, внимательные. Всё прошло замечательно. Что такое гипертония? Многие употребляют это слово, не задумываясь. Ну, есть высокое давление, и ладно. Все же живут как-то. И мы проживём. Между тем, повышенное давление опасно не влиянием на самочувствие, а тем, что может привести к куда более серьёзным, даже смертельным диагнозам. Инсульту, инфаркту миокарда. Всегда ли повышение давления протекает бессимптомно? Почему не бывает рабочего давления 150 на 100? Комментарий нашего эксперта. Коварство гипертонии в том, что её симптомы похожи на признаки обычного переутомления. Поэтому примерно половина гипертоников о своей болезни узнают слишком поздно, когда очень сложно её лечить и почти невозможно остановить запущенный её процесс разрушения организма. Хотя есть признаки, на которые стоит обратить внимание. Эпизоды повышения давления, вопреки расхожему мнению, это обычно не бессимптомные эпизоды. Если человек себя чувствует плохо, например, он не понимает, от чего у него болит голова. Болит голова, болит сильно, болит в затылке, весьма назойливой, неприятной, субъективно плохо переносимой болью. При этом человек находится в раздражённом состоянии, то есть определённые эмоциональные сдвиги возникают. Если вы с собой замечаете такое, то на высоте вот этих болей, вот этого раздражения беспричинного, неплохо бы померить артериальное давление, и у определённого числа людей на фоне такого состояния выявляются высокие цифры артериального давления. Просто нужно уловить тот момент, когда давление нужно измерить, и измерив давление выше 140 на 90, обратиться за медицинской помощью. Действительно, такие пациенты есть, которые говорят, что 160 на 100 – это моё рабочее давление, я себя прекрасно с этим чувствую, и никуда я не пойду, ничего делать с этим я не буду. И таких немало. Действительно, когда давление у человека существует какое-то продолжительное время, он к нему приспосабливается, он может себя чувствовать сравнительно неплохо на высоких цифрах давления, но нужно отдавать себе отчёт, что этот человек в зоне повышенного риска. Это ненормальное давление, и даже его нормальное самочувствие на этом ненормальном давлении, не является поводом отказаться от медицинской помощи. Поэтому повышенное давление – это всегда фактор сердечно-сосудистого риска. Это фактор, который можно и нужно модифицировать, фактор, который можно и нужно убрать и снизить свой сердечно-сосудистый риск. Даже если на давлении 160-150 на 90, на 100, вы себя чувствуете относительно неплохо. Опасность артериальной гипертонии в том, что без врачебного контроля в дальнейшем она может привести ко многим серьёзным заболеваниям внутренних органов и систем, а также к опасным сердечно-сосудистым болезням. Поэтому давление важно держать под контролем и при первом же тревожном звоночке проконсультироваться у врача. Про давление ещё раз. Если вы его чувствуете, измерьте его и обратитесь за медицинской помощью. Если вы знаете, что оно высокое, но его не чувствуете, это всё равно фактор риска – обратитесь за медицинской помощью. И если у вас вообще всё в жизни прекрасно, и вы вообще никаких жалоб не предъявляете, раз в год, начиная с 39-летнего возраста, проходите диспансеризацию, и если у вас есть проблема, она будет выявлена, и тоже мы будем иметь реальные рычаги, как уменьшить сердечно-сосудистый риск. Скриннинг и ранняя диагностика рака – одна из самых частых рекомендаций, которые можно сегодня услышать от врачей. Это касается в первую очередь и рака груди. Ведь это то самое заболевание, при котором прогноз напрямую зависит от стадии, на которой оно было диагностировано. Но, к сожалению, по-прежнему многие женщины проходят обследование нерегулярно, и к онкологу попадают уже в поздней запущенной стадии. Как решает эту проблему Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы, созданной на базе Челябинского онкоцентра? Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы был создан на базе Челябинского онкоцентра всего несколько месяцев назад. Но число тех женщин, у которых выявили заболевание на первой-второй стадии, уже подросло. И это очень важно, потому что при раке молочной железы прогноз и качество жизни напрямую зависят от стадии. При первой стадии болезни пятилетняя выживаемость составляет 91%, то есть это очень много. А при второй стадии немножко ниже, но тоже достаточно высокий процент, это 80%. И по мере увеличения стадии выживаемость пациентов, конечно же, снижается. Причин, способствующих развитию рака молочной железы, очень много. Это и наследственность, и гормональное воздействие эстрогенов, и отсутствие лактации, и некоторой формы мастопатии. Причем часто несколько таких причин складываются вместе у одной пациентки. Поэтому рак молочной железы сохраняет лидерство среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире. А женщины, несмотря на доступность маммографического скрининга, часто обращаются к онкологам уже в запущенной стадии. Мы, так сказать, упростили и укоротили маршрут пациента с момента подозрения, установления диагноза на опухоль, до момента установления диагноза и начала лечения. В Челябинском онкоцентре есть весь арсенал оборудования и специалистов, необходимых для дообследования пациенток с подозрением на рак молочной железы. Это наш, так сказать, любимчик аппарат-маммограф низкодозовый, с помощью которого выполняются стандартные маммографии в двух проекциях обеих молочных желез. Также мы с помощью него можем выполнять томосинтез, это послойная, так сказать, нарезка картинок молочной железы. Также мы выполняем биопсии под контролем рентгена, когда образования молочных желез не видны на ультразвуке или непальпируемое образование. Выполняем биопсии как и пистолетом, так называемым, медицинским, и выполняем с помощью данного аппарата НКОР. Вакуумные биопсии, когда, опять же, образования не видны под другими видами визуализации. Врач-онколог, врач-серапевт, врач-гинеколог при наличии оснований подозрения может к нам направить пациентку. Пациентке до территории доведена информация о том, что есть определенный минимум обследований, просто его свели уже до минимума, что нужно для того, чтобы пациентке можно было провести биопсию. Это общий анализ крови и анализы на инфекции, это сифилис, ВИЧ и гепатиты, установлены в сухом водности. При наличии вот этих обследований пациентке проводится, и при наличии, соответственно, показаний, если мы действительно подозреваем, устанавливаем диагноз подозрения на рак подтверждаемого, мы проводим трепан-биопсию молочной железы женщине в день первичного обращения. Раньше биопсию делали только в условиях дневного стационара. Сегодня это исследование стало более доступным. Нашим пациенткам с маммарного центра мы можем сделать биопсию в течение пяти часов. Конечно, это эксклюзивные пациентки, находящиеся в тяжелом состоянии, то есть те, по которым нужно экстренно принимать какое-то решение. Потоком пациенты делаются биопсии в течение суток, то есть на вторые сутки у пациенток уже есть ответ. Параллельно проводится иммуногистохимическое и молекулярно-генетическое исследование для обеспечения сроков. То есть в течение 10 дней лечащий врач уже имеет полную картину по генетическому профилю, гистологической картине, иммуногистохимической картине и может назначать лечение нашим пациенткам. Прием в центре ведут 5 врачей-онкологов-мамологов. Ранняя диагностика позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, а современные высокоэффективные методы противоопухолевой терапии гарантируют хорошие отдаленные результаты. Наша кожа узнает о приближении весны по каким-то своим приметам. И тут же реагирует на скорое тепло. Только вот, увы, редко хорошеет, зато проблемы часто обостряются. Нормальная и жирная кожа обезвоживается и краснеет. Сухая сохнет еще больше. Почему это происходит и что делать? Какие процедуры помогут вернуть коже здоровый вид? Все перемены в природе – сплошной стресс для нашей кожи. Организм переводит биологические часы, обменные процессы ускоряются, активизирует свою работу эндокринная система. Действительно очень сложный период для нашей кожи. Продолжается еще отопительный сезон, резкие перепады температур. Зимний-весенний период – всегда очень такая стрессовая ситуация для нашей кожи. Очень важно в этот момент производить глубокое увлажнение кожи, независимо от типа кожи человека. И всегда ошибочно пациенты считают, что жирной коже увлажнение не важно. На самом деле это не так. С тянутостью сухость кожи – одна из самых распространенных жалоб в период межсезонья. В течение зимы всегда отопление работает, соответственно, тоже жалобы на сухость кожи. И несмотря на каждодневное увлажнение, на постоянный уход, все равно хочется немного освежить все к весне. Вот, соответственно, такая профилактическая процедура. Уходовые процедуры, озонотерапия – совершенно необходимы в этот период жителям мегаполиса. Александре предлагают пройти целый комплекс процедур – очищение, тонизирование, глубокое увлажнение, питание. У нас вырабатывается в большом количестве такой фермент, как коллагеназа, который, собственно, разрушает коллаген, который является единицей основной нашей дермы. И для того, чтобы простимулировать фибробласт и, соответственно, затем коллаген, нам нужно самыми простыми уходовыми процедурами, например, пилингами, мы можем разбудить фибробласт и заставить их работать, так скажем, задать нужный вектор. Также используются инъекционные процедуры, биорепарация, озонотерапия, биоревитализация, мезотерапия. Пилинги также могут быть аппаратными, дермабразия, ультразвуковая чистка лица. Весна – отличное время для витаминных кремов и кремов из линеек типа антистресс и детокс. Такие продукты незаменимы для уставшей после зимы с тусклой и вялой кожей. В марте еще успеваем сделать пилинг. Пилинги еще возможно делать, которые скоро у нас закончатся, в апреле мы их заканчиваем, потому что инсуляция у нас еще не очень активная на Урале. И пилинги нужно делать пациентам круглогодичные. То есть есть такие всесезонные пилинги, которые, в принципе, не фотосенсибилизируются. Базовые этапы ухода – очищение, тонизация, питание – не меняются. Текстура, форма, индивидуальные особенности ухода подскажет профессионал. Но есть и общие рецепты. Гиалуроновая кислота – это, как правило, инъекционная процедура. Если это не инвазивная процедура, то это абсолютно бесполезная, так скажем, процедура для пациентов. То есть сначала мы делаем такую площадку в качестве уходовых процедур. То есть это маски, сыворотки, те же пилинги. И затем уже мы наслаиваем инъекционные процедуры. То есть мы выстроили определенную базу, на которую, собственно, кладем гиалуроновую кислоту. В период отопления не забывайте использовать увлажнители воздуха. Иначе увлажнение кожи даже с помощью гиалуроновой кислоты будет малоэффективным. И еще одно важное правило. Начинается достаточно активная инсоляция. Нам нужно использовать СПФ. Вообще СПФ нужно использовать либо в уходовой косметике, либо это сопутствующие отдельные продукты. И сейчас, в принципе, достаточно пока еще с СПФ 15-20. Как правило, они включены в уходовую косметику. Ну, а достаточно активное солнце у нас начинается в мае. Там уже выше процент защиты. То есть начинаем уже 30-35. Ну, не говоря уже о каких-то южных странах. То есть там 50 плюс, не меньше. Итак, применяйте секреты наших экспертов, и ваша кожа будет всегда иметь цветущий вид. На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы. И темы, которые вас интересуют, не стесняйтесь, пожалуйста, и берегите себя. Помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от вас самих. Не переключайтесь. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok